Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Гость в студии» и я, ее ведущий Амир Кедрасов. Сегодня у нас в студии гость, начальник Кумертауского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Николай Юрьевич Иванов. Николай Юрьевич, здравствуйте! Здравствуйте! Начнем, наверное, нашу беседу со статистики о пожарах, которые произошли за 10 месяцев текущего года и что стало причиной этих пожаров. Значит, статистика на сегодняшний день. По городу Кумертау у нас уже произошло 38 пожаров, при которых уже погиб один человек, пострадавших 8 человек. Основная причина пожара – это человеческий фактор. Как правило, у нас каждый второй пожар происходит по причине неосторожного обращения с огнем. Каждый четвертый – это нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. И каждый шестой-восьмой – это детская шалость с огнем. В Кургазинском районе у нас пожаров произошло 34, погиб один человек, травмированных мы не допустили. Причины те же самые, у нас пресловутые человеческие факторы. То есть все эти трагедии можно было избежать? Да, да. Что необходимо знать людям, телезрителям в данном случае, чтобы таких трагедий не происходило? Вы знаете, самая первая ошибка любого гражданина, в том числе города Кумертау, это то, что, во-первых, он думает, что вот эта беда, она всегда его обойдет. То, что там с кем-то происходит, кто-то гибнет или получает травмы, вот с ним этого никогда не произойдет. Это грубейшая ошибка. Мы действуем всегда по принципу «хочешь жить в мире, готовься к войне». Принцип один и тот же, абсолютно такой же. Если вы не хотите, чтобы у вас был пожар, готовьтесь к нему. Делайте все, чтобы его не было. Требования в этом плане очень простые. Самое первое — это контроль за соблюдением элементарных требований пожарного запаса. То есть сам за собой. Если ты чем-то пользуешься, попользовался, выключи. Это самое простое. В том числе газовое оборудование, электрооборудование. Если у вас имеются дети, ни в коем случае их не оставляют без контроля, потому что они еще мало в этом чего понимают. Соответственно, могут что угодно натворить. Спички, зажигалки, те же самые газы, плиты могут все что угодно творить. У нас были такие случаи, когда дети оставались без присмотра, и находя чего-либо в доме, те же самые спички, зажигалки умудрялись все это сжигать. В том числе и уничтожая и самих же себя, то есть гибли дети при этом. Родители после таких нюансов, это надо, конечно, видеть полностью убитые горем, уже ничего не вернешь, и одни и те же причитания, что же я натворил, что же я сделал. То есть, в принципе, все очень просто. Не надо оставлять, если куда-то идете, либо с кем-то оставлять, либо с собой взять. Также всегда надо знать элементарные телефоны, куда можно позвонить в случае все-таки пожара. У нас сейчас единый телефон спасения, это 112. Случаи каких-то чрезвычайных ситуаций связаны как с пожаром, какими-то чрезвычайными ситуациями техногенного характера. Хоть воду проворвало, хоть отопление отключили, ДТП вы попали, но не важно. Всегда можно позвонить 112, диспетчер всегда ответит в любое время дня и ночи, круглосуточно и сообщить конкретную информацию. Причем просьба всегда, конечно, сообщать информацию правильную и точную, без паники, что что-то где-то горит и выезжать, и куда выезжать, непонятно. Спокойно, нормально. После этого звонка, соответственно, сразу собрать первоочередные документы, паспорт, необходимый запас денег, если уже пожар развился, и в неотложном порядке покинуть помещение. Не надо геройствовать, не надо что-то там предпринимать по тушению, если вы не умеете, а как правило, никто не умеет. Проще уйти из жизни, здоровье человека у нас, прежде всего. Все остальное это на живой. Сейчас зимний период, когда граждане активно пользуются, наверное, печами, кто живет с печным оборудованием. Кто-то включает обогреватели, и то, и другое. Это предмет опасности, если мы говорим о пожарной безопасности. Обогреватели нагружают сети, которые могут быть старыми в домах, и перекал печей тоже может происходить. Как здесь быть? На что людям обратить внимание? Хотелось бы обратить внимание в этом плане на то, что владельцы жилья, как правило, покупая квартиру или дом, произойдя какой-то там косметический ремонт, почему-то забывают о безопасности электрооборудования. В частности, я могу точно пояснить, что срок эксплуатации любого электрокабеля это около 20-25 лет, не более. Сами знаете, у нас дома есть, у которых 60-70-х годов постройки. Вот с тех пор, как там проложили электропроводку, производится только косметический ремонт. Вот этот евро, натяжные потолки какие-то, обои меняются и так далее, ламинат ложится. Про электробезопасность почему-то все забывают. Оно же работает. Проводка, она всегда будет работать до того момента, пока не произойдет уже экстренная ситуация, то есть короткое замыкание. Визуально или как-то по электроприбору невозможно будет определить, сейчас она плохая или хорошая. Она будет до определенного момента всегда одинаково работать. То есть таких показателей, критериев нет. Просто нужно самому зарубить себя на носу и самому задать вопрос, а когда у меня менялась проводка. Если это реально было давно, задуматься над этим, чтобы уже заменить на более новые, свежие электрокабели, которые уже и по другим стандартам делаются, с другим уровнем безопасности. Те же самые электророзетки, электровыключатели, светильники, лампы. Все это просмотреть. И в принципе можно уже избежать беды как минимум. Соответственно, у нас прогресс не стоит на месте. В наших домах появляются более новые оборудования, которые потребляют более мощную мощность. Это микроволновые печи, стиральные машины, электроутюги, у всех компьютеры стоят. Еще какая-то техника оборудования, которая дополнительно потребляет мощность. Как правило, дома у нас еще советских времен. Тогда этого не было ничего. Максимум был утюг и лампочки висели. Один телевизор стоял. Бомбовый. Да, и все. А сейчас всего много. То есть сеть перегружается. Те же самые предохранители. Я замечал такие случаи были. Когда гражданин, покупая себе в дом новую оргтехнику, начинает все это включать, и у него начинают срабатывать аппараты защиты. То есть те же самые пробки. Они выбиваются. Он раз, два, подумал, подумал. Там есть определенный ампераж, по которому он срабатывает. И они, соответственно, рассчитаны на ту проводку, которая там стоит. И чтобы приборы дальше работали без выбивания, они повышают ампераж этих предохранителей. Не подразумевая на то, что этот ампераж уже более идет к промышленным каким-то объектам. То есть увеличивая, электропровод сам по себе начинает нагреваться. А сам аппарат защиты уже не срабатывает. Тем самым приводится к перегреву электропроводки, оплавлению, короткому замыканию, возгоранию этих изоляционных материалов. В том числе и пошла уже сама отделка гореть и гореть. Это может произойти, когда вы дома, когда вы не дома. Слава богу, если вы будете дома. Но когда вы не будете дома, там может гореть все. Помимо этого еще пострадать еще и соседи. То есть за этим хотелось бы, чтобы люди просто проследили, что у них, какие приборы и когда у них была заменена последний раз электропроводка. Да, но сейчас вы сказали, что 25 лет срок эксплуатации. Многие, конечно, задумываются над тем, что нужно менять эту проводку. То обращаться в специализированные организации, на какие моменты обратите внимание в этих организациях? Потому что электропроводку, наверное, любой, грубо скажу, Вася возьмет и сделает. Но нужно ведь обратить внимание на то, чтобы это лицензируемая услуга? Или как быть-то гражданом? Я понял этот вопрос. У нас люди в первую очередь при тех же самых ремонтных работах смотрят на экономию. С одной стороны, правильно. Где-то что-то поискать, где-то что-то посмотреть. Но это, как говорится, хорошо в качестве отделочных материалов, которые не эксплуатируются в виде электроприборов и так далее. Те же самые обои можно полазить, поискать и найти подешевле. Но все, что связано с электрооборудованием именно по монтажу. Да, как вы правильно сказали, в кавычках любой Вася, маломальский гражданин, он знает, что у него есть отвертка, он знает, как скрыть эту самую розетку, посмотреть на эти провода, которые зажаты там. Все это разобрать и собрать в обратном порядке. Но он не знает всех нюансов. Сами правила эксплуатации электрооборудования, монтажа, там целые, скажем так, научные труды, которые очень большие и очень трудоемкие, которые, я думаю, никто не изучает, никогда не читает. Все происходит по принципу. Вот вроде лежит провод. Сами можете сходить ради интереса, зайти в любой магазин строительных материалов или электрооборудования, где продается электропроводка. Там вариантов этих проводов, ну, порядка 20-30. Под дешевле и подорожнее. Да, самых дешевых китайских, самых тонких, до самых толстых каких-то бронеров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова